Здравствуйте! В эфире «Область живет»! Программа о жителях нашего региона, о тех позитивных событиях, которые происходят в Преамуре, а также о номинантах конкурса «Поступки и люди». Смотрите сегодня. Каждому по книге в школьной библиотеке области пополнятся на 300 тысяч учебников и пособий. В свободном падении амурские инвалиды-колясочники смогут бесплатно спрыгнуть с парашютом. Поступки и люди на общественная палата области продолжает искать народных героев. Сладкие мотивы. На пустующем здании кондитерской фабрики появилась яркая граффити. Не словом, а делом редакция Амурского областного подвела итоги конкурса «Хороших поступков». Амурскую сою начнут экспортировать в Южную Корею. В Урейском районе стартует ярмарка выходного дня, а 8 общеобразовательных школ Белогорска получат более 12 тысяч учебников и пособий. Что нового в Преамуре, расскажу в следующем материале. Учение «Свет» 8 общеобразовательных учреждений Белогорска получат 12,5 тысяч новых учебников. В школьной библиотеке уже приняли новые экземпляры книг. Это учебная литература по алгебре, математике, английскому языку, истории, ОБЖ, литературе и обществознанию. Учебники предназначены для учащихся с 1 по 11 классы. Всего же фонд школьных библиотек региона пополнится на 300 тысяч учебников и пособий. На эти цели из областного бюджета выделили более 100 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году в Амурской образовательной организации поступило 266 тысяч учебных изданий на сумму 95 миллионов. Новые книги образовательной организации получат до 1 сентября. Над уровнем неба амурские инвалиды-колясочники смогут бесплатно прыгнуть с парашютом. Такой экстремальный аттракцион в региональном отделении ДОСААФ будет действовать в рамках акции «Небо открыто для всех». При Амуре ее организуют впервые. Экстремальный вид спорта станет доступным для инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата. В небо они поднимутся вместе с профессиональным инструктором. Прыжки будут осуществляться с высоты 3000 метров на аэродроме в Тамбовском районе. Первыми участниками станут ветеран Афганистана и офицер морской пехоты. Организаторы планируют повторить акцию и в 2020 году, если пилотный проект будет успешным. С грядки на прилавок. С 3 августа в Бурейском районе начнет работать ярмарка выходного дня. Овощи, фрукты, соленья, ягоды, мед и другие продукты амурских фермеров можно будет приобрести на центральной площади в 10 до 15 часов. Купить товар местных производителей можно будет до середины сентября. Ярмарки выходного дня в разных районах области начали работать с конца апреля. Так в Октябрьском районе они проходят по понедельникам и вторникам на центральной площади села Екатеринославка. А в Белогорске ярмарка работает на автостоянке у здания администрации города. На территории Амурской области функционируют и два розничных рынка сельскохозяйственной направленности. Это Амурский крестьянский центр на 387 торговых мест в Благовещенске и универсальный на 174 торговых места в Свободном. Сою на экспорт. В Преамури побывала делегация из Южной Кореи. Зарубежные партнеры осмотрели соевые поля области и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и заключения долгосрочного контракта. Кроме Южной Кореи, интерес к амурской сои проявили и в Японии. Ранее туда уже было отправлено более 500 тонн бобовых. Также потребность в продуктах переработки соевой культуры, соевом молоке, соусе, тофу есть и в других азиатских странах. К примеру, соевое масло активно поставляют на рынок Вьетнама и Китая, а также центральных и дальневосточных регионов России. Повод гордиться. Такая акция стартовала в Преамури в конце июля. В своих социальных сетях жителям региона предлагают опубликовать фотографии, на которых запечатлены различные архитектурные объекты, исторические или современные события, интересные люди и их поступки. Все, чем можно гордиться. 22 июля акция началась и уже есть очень интересные публикации в Инстаграм. Например, у нас самая юная участница на сегодняшний день, ученица третьего класса, она рассказывает о баистах, которые прилетают к нам в области. Она живет в том месте, где они прилетают и о том, как они заботятся о своем потомстве. Есть очень интересный пост про работников почтамта в Зайском районе, которые в марте этого года спасали машину с посылками, с денежными средствами. На них было совершено вооруженное нападение и сотрудники, которые в этот момент ехали в этой машине, они, в общем, спасали имущество граждан и спасли. К счастью, все остались живы, невредимы, пострадало от пули только кольцо машины. Под фотографией необходимо разместить текст с кратким описанием и обоснованием предмета гордости и указать хэштег «Повод гордиться28». Итоги акции подведут 22 августа. Автору публикации, набравшей наибольшее количество лайков, вручат специальный приз от Общественной палаты Амурской области. В нашей программе мы продолжаем знакомить вас с номинантами конкурса «Поступки и люди». Кстати, принять участие в нем можете и вы. Для этого до 14 августа необходимо оставить заявку на сайте Общественной палаты Амурской области. Сегодня нашим героем стал Алексей Просвирин. Житель Маховой падди претендует на победу в номинации «Гражданская позиция». На его телефон поступают десятки звонков в день. Он знает, в какой дом перестала поступать вода, где отключили свет, когда отремонтируют дорогу и где найти средства для строительства в поселке нового дома культуры. Алексей Просвирин, как добрый хозяин, с 2013 года ежедневно ведет работу по преображению Маховой падди. С 2013 года я являюсь председателем КОСа «Союз Маховой падди». Работы очень много, население 7 тысяч, значит у нас ДОСы и Литера, вот эти два пункта, но проблем очень много. Так, например, на территории бывшего танкового училища, благодаря усилиям Алексея Ивановича, удалось восстановить парадную площадь и проложить вдоль аллеи тротуарную плитку. Несмотря на то, что учебное заведение расформировали еще в 1999, это место по-прежнему важно для жителей Маховой. Здесь ежегодно проходят праздники в честь Дня танкиста 9 мая окончания Второй мировой войны. Весной 2018-го мемориал осквернил благовещенский подросток. Парень забрался на памятник и оторвал часть звезды и шпиля, а также повредил знамя. В результате монумент вновь пришлось восстанавливать. В этом Алексею Просвирину помогли неравнодушные амурчане. По его словам, работа на этом не заканчивается. К 75-й годовщине Великой Победы на территории площади планируют установить обелиски с фотографиями героев Советского Союза, которые были выпускниками Благовещенского танкового училища. Кто бы мог подумать, что не так давно территория этого водоема была заброшена. Чтобы местная дамба превратилась в любимое место отдыха жителей Маховой пази, потребовалось приложить немало усилий, говорит пенсионер. Когда жители обратились ко мне, Алексей Иванович, давайте попробуем восстановить. А как восстановить? Если в кармане денег нет, с чего начнешь? Мое было предложение такое. Давайте мы сначала вычистим. Технику мы найдем. Нашли мы технику, почистили его. Но надо восстановить дамбу. А восстановить дамбу – это очень сложно. Справиться с такой задачей жителям поселка помогли депутаты Законодательного собрания области. А чтобы на территории водоема появился песочный пляж, амурчане собирали средства самостоятельно. По словам Алексея Ивановича, свой вклад делали даже дети. Приносили в копилку по 5 рублей. Кроме водоема здесь удалось восстановить и местную баню. В апреле месяце 2014 года мы ее открыли. И функционирует по настоящее время. Бани очень хорошие. Бани пользуются, как говорится, спросом. И едут с разных населенных пунктов. Сейчас в планах Алексея Ивановича открыть в Маховыпаде дом культуры. Всю необходимую для этого проектную документацию уже подготовили. А также выбрали место расположения здания. Приступить к строительству культурного объекта планируют уже в 2020 году. Чем живут города и села Преамурья мы узнаем именно от вас. На протяжении месяца в своих социальных сетях выделились интересными видеоматериалами, а также фотографиями о том, какие значимые события происходят в районах области. Мы и сами находим информацию, которая нас удивила или порадовала. А потом рассказываем о добрых делах и поступках амурчан. Добрая помощь. Жители областной столицы помогают пострадавшим от паводка амурчанам. В Центре Доброта организовали сбор теплой одежды, обуви, постельного белья, бытовой химии, а также канцелярских принадлежностей, тетради, ручек, дневников, портфелей, чтобы помочь подготовить детей к школе. Центр социального обслуживания населения Доброта расположен в Благовещенске по улице Рабочая 95. Все собранные вещи передадут в пострадавшие районы 2 августа. Также до 8 августа вещи принимают и в общественно-культурном центре. В Преамуре продолжают бороться с паводком. Первым под водой оказался Норск и Норский заповедник. Так кордоны затопило впервые. Несмотря на сложную обстановку, с территории успели эвакуировать сотрудников, вывести аппаратуру и животных. Танцующие конфеты. Одно из зданий кондитерской фабрики Благовещенска теперь украшает яркое граффити. На призыв обновить фасад трехэтажного строения откликнулись художники областной столицы и Хабаровска. Идея украсить облик здания возникла давно, но реализовать ее получилось только полгода назад. Рисунок с изображением шоколадных конфет и драже закрыл около половины площади неприглядного производственного корпуса. А сейчас пришло время подвести итоги конкурса Тамурского областного телевидения. Напомню, за самый актуальный и жизненный видеоматериал наша редакция подарит денежный приз. Коллективным решением мы выбрали победителя. Им стал Тимофей Мудрак, директор Норского заповедника. Именно он первым начал эвакуировать с кордонов сотрудников оборудования и животных, которые попали под удар стихии. Фото и видео об этом руководитель заповедника опубликовал в своей социальной сети. На этом у меня все. Пересмотреть выпуск программы можно на нашем сайте amurobul.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин